Останься со мной ненадолг Неожиданно, не правда ли? И... снято! Теперь раздевайся! Ты охренел? Двадцатку давай! Всем здорова! И сегодня мы вернемся назад в 2010 год, в котором компания Камень-звездочка подарила миру GTA времен начала 20 века. Красное мертвое искупление! Или Red Dead Redemption. Вышла она исключительно на консоли. Исключительно ради того, чтобы поиздеваться над ПКшниками и срубить кучу бабла, дабы ее меньше пирателей. И, в принципе, разработчикам это удалось, так как по всему миру было продано более 7 миллионов копий игры, что в рублях означает примерно вот такую сумму. Ну а пока вы продолжаете откладывать кирпичи, давайте же посмотрим, действительно ли красный Dead Redemption стоит того, чтобы потратить на него свое время. И игра приветствует вас не особо интересной пятиминутной заставкой, в которой главный герой Джон Марстон, да, вот этот, который, видимо, не научился аккуратно бриться, садится в поезд, едет в поезде, и параллельно слушает треп двух старых бабок и мужика с женщиной. 23-го дали приглашение нам, это самое, ладно, на площади, да? Ну ладно, приду. Если я скажу, что я понюхаю, это нет, нет, это не происходит, это нет, этого нет. Так, не дорог подарок, а дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы с учетом того, что если я хочу делать подарок... Ну ты просто сидеть, не говорить, вообще-то не волчать, просто. Затем он приезжает в глушь Дикого Запада, заходит в местный клубешник, встречается с типичным представителем местной фауны и отправляется вместе с ним на выполнение своего основного задания поиска и убийства двух своих старых товарищей, с которыми он раньше был в банде, из которой он потом вышел, дабы начать новую жизнь, завести жену, родить сына, посадить печень и так далее. Ну и в общем стать фермером. Однако не все так просто, ибо правоохранительные органы берут в плен его женщину и отпрыска, в обмен требуя расправы над своими бывшими братьями по оружию. Ну и главному герою ничего не остается, кроме как последовать данным ему указаниям, приехать прямо к воротам одного из бандитов, Серега! Выходи, башню строй! И попытаться разрулить ситуацию без применения насилия. Но поскольку мы играем в вестерновский боевик, наш главный герой почти сразу же умудряется словить пулю. Не, ну а чего он ожидал? Он бы еще песню под окнами спел. Ты страшнее, Микстен! Ну и в общем, далее его тело забирает местная секта фермеров, его лечат, он приходит в себя, знакомится с местным главарем в виде женщины, что заставляет возмутиться, ибо девятнадцатая поправка, дающая женщинам равенство с мужиками, еще не была принята. Ну и в общем, она говорит главному герою, что тот тупой, он соглашается, и она прозрачно намекает ему, кто хочет получить назад свои бабки, блядь, нос зачесался, ааа, как хорошо, что хочет получить назад свои бабки, которые ушли на его лечение. Ну и далее она становится вашим первым источником миссий, который старина Джон будет выполнять, потому что он добрый, мягкий, отзывчивый бывший бандит и убийца, и потому что он обязан ей жизнью. И первыми вашими заданиями будет нечто отличающееся от типичного геймплея серии игр GTA. Вместо того, чтобы устраивать перестрелки между бандами, вам сначала надо будет научиться охранять огород от кроликов, защищать куриц от еб... шакалов, бросаться петлей в лошадей, и загонять скотину в сарайку. Выполнив все поставленные ему задачи, Джон едет дальше на белом коне по бескрайним просторам вестерновских локаций, в поисках новых союзников, которые смогут помочь ему совершить раш на форт, перед которым его в прошлый раз и подстрелили, и где засел один из его старых знакомых, и в поиске второго скрывающегося чувака. Ну и само собой, на вашем пути будут попадаться новые, колоритные и запоминающиеся персонажи. Наиболее яркими из них будут пузатый торговец-шарлатан, по имени Найджел Западчленов, который будет продавать, эксплуатировать Джона в качестве случайного прохожего, и заодно записывать его на участие во всяких гоночках, перешедшие по наследству от предыдущих GTA. Попадется вам и поехавший чувак по имени Сет, который будет копошиться в могилах, разговаривать с трупами, и который во всех отношениях очень похож на Гордлума. Будут там еще и всякие шерифы, менты, которые очень любят харкаться, бандиты, таджики, ирландцы-алкоголики, типичные крутые усатые мужики и так далее. В общем, харизматичных персонажей хватает. Самым же ярким из них будет представлен сам главный герой, чьи фразы в диалогах изобилуют наличием сарказма и иронии, и чей серьезный, чисто боевиково-вестерновский характер не дает расслабиться остальным. Ну и, в общем, выполняя задания и помогая остальным, Джон будет заручаться их поддержкой и постепенно приближаться к своей цели. Сюжет богат интересными событиями, отличными комичными диалогами, смешными моментами, жестокими сценами, не предназначенными для малолеток и драматическими моментами. А в конце игры будет неожиданный поворот. Но я не буду говорить, что там происходит, ибо это надо видеть. Плюс я не записал геймплей всей компании, так что извините. Но я еще до этого проходил, честно. Да ты ленивая ху**а просто! Да это и не секрет! В компании вас ожидает множество перестрелок, погонь, стрельбы верхом на коне, стрельбы из укрытий, стрельбы на вагонетке, стрельбы из пулемета, стрельбы из снайперской винтовки и так далее. Для упрощения всего этого дела в игре присутствует автонаведение, которое автоматически целится в туловище противника, если вы изначально успели уловить его в центральной части экрана. На случай же, если у вас замедленная реакция, или же если вибрирующий джойстик приятно щекочет вам ладошку и не дает сосредоточиться, в игре присутствует режим замедления времени, как в Матрице или Макс Пейне, который тут называется Дедай, в котором вам тупо надо нажать на сосок, прицелиться, расставить метки куда шмалять, а затем уже лишь наблюдать, как главный герой со скоростью мангуста щедро одаривает лучами свинца помеченные цели. В принципе, данная способность не часто вам пригодится, так как простое автоприцеливание уже выполняет почти всю работу. Однако в ситуациях, когда некогда щелкать ртом и необходимо убить разом множество врагов, Дедай будет очень кстати. Помимо основных заданий, в этой игре присутствуют и второстепенные миссии в виде случайных незнакомцев, которые будут просить у вас помощи что-нибудь для них сделать в обмен на награду. Ну и поскольку эта игра, как и ее GTA-шные предшественницы, представляет из себя песочницу, тут есть много всякой веселой фигни, которой можно заняться от нечего делать. Можно играть во всякие настольные и ненастольные игры и прочие забавы. Будут присутствовать и старые добрые вестерновские дуэли, как в компании, так и от случайных людей на улице, которые вдруг решат пов***вываться. С ним все будет в порядке? Можно быть охотником за головами, находя плакаты с преступниками в розыске и затем либо убивать их, либо доставлять в тюрьму и получать вдвое большую награду. Можно ходить в кинотеатры и смотреть довольно забавные мультфильмы про применение наркотиков в медицине и их полезные свойства. Вот особенно вот это свойство, крайне полезно. Можно подбирать цветочки. Это важно! Можно даже набухаться. И затем наслаждаться реалистичной симуляцией типичного русского гражданина. Ну и еще здесь можно тупо путешествовать верхом на коне и охотиться на всякую местную живность. Есть тут и собаки, и койоты, и птички, и олени, медведи, пумы, волки, еноты, скунцы, свиньи и так далее. Польза от животных только одна. Мочить их, получать дозу садистка браконьерского удовольствия и добывать с них шкуры, мясо, перья и всякое прочее окровавленное добро. Дабы потом все это дело продавать и получать бабло. Чтобы потом покупать новые пушки, патроны и охотиться дальше. Ну и больше всего мне здесь понравилось тупо арканить козу и доставать окружающих. Эй, ты! Ты пошел, херодина! Иди в жопу! Зароди, кого ты сказал! Со свиньей это не так весело, потому что навсегда будет оказываться сильнее вас. В плане игрового пространства Red Dead Redemption достаточно огромен. Каждый уголок детально проработан, а некоторые места поражают своей живописностью и... охрененностью. Перемещаться по всему этому миру можно разными способами. Либо вы, как настоящий романтик, будете все время ездить на коне, что займет достаточно много времени, либо на поезде, либо самым быстрым способом. Создание мини-лагеря и мгновенным перемещением в указанную на карте точку. Также в игре присутствует мультиплеер с разнообразными режимами типа каждый сам за себя, команда на команду, свободное перемещение и много всего остального. Безусловно, это плюс, так как после завершения кампании вам будет чем заняться еще. Единственное, к чему можно придраться, это очень редко встречающиеся баги, без которых, в принципе, не обходится ни одна игра. Это полное отсутствие русского перевода даже в плане субтитров, что может затруднить процесс прохождения и отнять возможность насладиться прекрасно написанными диалогами, составляющими основную долю игры. И это болезнь старой GTA 3, симптомом которой является отсутствие умения плавать, что, в принципе, здесь и не особо надо, ну и, в принципе, все. Ну и если подвести итог, Red Dead Redemption это действительно очень крутая, длинная, красивая игра с огромным набором действий, достаточно неплохим сюжетом, прекрасным повествованием в стиле Rockstar и отлично переданной атмосферой Дикого Запада. Она пропитана им настолько же, насколько им пропитан Клинт Иствуд, Ранго, Горбатая гора, эээ... Ну, короче, это одна из тех игр, которые обязан купить каждый обладатель консоли. Если же у вас нет консоли, то мне бы хотелось от всего сердца сказать вам, Ха-ха-ха-ха... А у тебя, Даня, есть консоль? Пошел на... Короче, игра... Вуу! Оценка... Вуу! И... Помните! Не плюйтесь в собак. Что? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok